Это был психологический удар по Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Это было абсолютно умышленно, это было демонстративно. Более того, Путин и до этого показывал приблизительно такую же позицию. При том, что потом пошли не совсем такие действия, но еще, когда они разговаривали в Кремле, ну или где там, я уже не знаю, проходили эти переговоры, как бы были обещания. И Отереш приехал в Киев, сообщил, что ему пообещали, что ООН сможет вывезти людей, которые там прибывают, что ООН сможет провести из Мариуполя эвакуацию. И сразу же с догонку с Москвы прозвучал ответ, мы ни о чем подобном не договорились, мы ничего похожего не обещали. Ну, я понимаю, что Генеральный секретарь ООН не может блефовать. То есть, если бы не было договоренности, если бы мне не пообещали, он бы этого не сказал. То есть, его подставили, с него насмеялись сначала политически, а после этого этот удар, это все-таки сравнительно близко к центральной части города, ну, район метро Укьяновской. Переговоры проходили на Банковой. Расстояние не настолько большое, и, очевидно, из руки взрывов были слышны, поскольку взрывы были очень мощные, и можно было увидеть вот это облако, которое поднялось на десятки и десятки метров над местом разрывов, и, ну, Генеральный секретарь это воспринял как определенную атаку на себя. То есть, не физическую атаку, а политическую. Путин показал свое пренебрежение абсолютнейшее к этой институции, организации объединенных наций. Вот это бравада, и что вы нам за это сделаете, она очень присуща для России. То есть, демонстративно нарушать любые правила, там, где можно добиться чего-то своего нормальным, спокойным способом для Путина, он все равно избирает вариант, который является как можно более хамский и террористический. Он хочет показать свое пренебрежение к международным институтам, к международным лидерам, прочее, прочее, прочее. Ну, пока что это привело к абсолютно геометрально противоположным результатам от тех, которые хотел Путин. Он хотел, чтобы его боялись, ну, бояться, значит, уважает российская логика. Он добился того, что его бояться перестают, им пренебрегают, и он теряет даже те мельчайшие остатки уважения, которые к нему еще оставались. То есть, на самом деле, он достигает абсолютно противоположного. Он уже по-другому не может. Но это логика террориста и логика такой, знаете, дворовой шпаны в одном лице. Вот это было направлено именно против Утерыша в способ вот такого демонстративного пренебрежения. Как это может потом отолкнуться? Ну, вопрос тяжелый. На самом деле, пока Россия еще многие боятся, последствий для Путина прямых это иметь не будет. Да, я понимаю, что в аппарате ООН сейчас будут намного быстрее, намного активнее проводить те вопросы, которые связаны с российской агрессией против Украины, с нарушением прав человека, с геноцидом, прочими-прочими вещами. То есть, здесь, я думаю, Утерыш позаботится об этом. Я думаю, что его личная позиция, которой многие прислушиваются, особенно стран третьего мира, она будет уже сейчас очень конкретная. Это было видно по его реакции в Бородянке, в Буче. То есть, ну, на самом деле, он пережил это. Он увидел вещи, которые, ну, он видел, наверное, сотню раз в телевизоре, но увидеть самому это меняет человека. И я думаю, что его позиция уже изменится. Но она не может изменить основного момента. Это совбез ООН, где есть постоянные члены с правом ВЕТА. И здесь ничем повлиять он не может, к сожалению. Но Россия нарушила все принципы, все пункты статута, все правила, все требования ООН, которые только можно нарушить в принципе. И возникает прямой вопрос. Когда одна сторона нарушила все, можно ли против этой стороны нарушить один раз один пункт? Вот этот вопрос возникает. Они нарушили все. Страна, которая является постоянным членом совбеза, она как бы должна быть арбитром по соблюдению правил войны и мира, по недопущению военных конфликтов. А когда они происходят, как бы быть арбитром и требовать добиваться, чтобы не были нарушены правила принципа ведения войны. А эта страна это нарушила. То есть в этом случае должны ли участники заседания Генеральной Ассамблеи ООН соблюдать стопроцентно статут ООН, если в этом статуте все пункты нарушены Россией? Я веду к чему. На самом деле Генеральная Ассамблея ООН не имеет полномочий прекратить полномочия члена, постоянного члена совбеза ООН. Это можно сделать только совбезом ООН, в котором этот член не должен поставить вето. Понятно, что Россия завитирует такое решение. Вот вопрос. А если, сказав, что Россия так все нарушила, Генеральная Ассамблея проголосует об исключении России из совбеза ООН? На основании техническом Россия не является членом ООН. Вот странно, смешно звучит. На самом деле не является членом ООН. Поскольку у ООН нет такого понятия, как наследственность. Там есть члены-основатели и страны, которые присоединились и подписали статут ООН. Украина и Беларусь – основатели ООН. И был Советский Союз тоже страной-основателем ООН. А после распада Советского Союза появились новые государства. Советский Союз прекратил существование. И появились Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Узбекистан. Эти страны стали членами ООН, подписав статут ООН. Россия отказалась подписывать статут ООН, мол, она является правоприемником Советского Союза. Но этого нет в статуте ООН. То есть Генеральная Ассамблея не просто исключать, скажем, Россию из Совета Безопасности, на что они вряд ли рискнут, но проголосовать за решение, что России нужно вступить в ООН. А на тот момент, пока она не подпишет статут ООН, пока она не станет полноправным реальным членом, она автоматически теряет свое право быть членом Совбеза. И после этого нужно, чтобы Генеральная Ассамблея приняла решение о том, что Россия снова станет членом Совбеза. И вот в этом направлении, если бы господина Гутерреша было немножко больше пассионарности, он мог бы сыграть. Но мне кажется, пока что об этом речи быть не может. Вот когда? Я боюсь, что это может быть не так скоро, как бы нам хотелось. Но когда будет все-таки победа? Когда Россия будет довольно ослаблена в военном плане? Плюс, когда уже будет прямой результат работы санкций? А мы надеемся, что довольно серьезный пакет по эмбарго на нефть все-таки до конца этого года заработает. По газу будет труднее. Но уже если заработает запрет на экспорт вооружений, запрет на экспорт стержней для атомных электростанций, эмбарго по нефти, если это заработает против России, она будет действительно очень ослаблена. Газом одним не продержишься. Российский бюджет все-таки наполняется несколькими основными источниками. Газ среди них один из главных, но нефть все-таки превалирует. И вот если к концу года все, кроме газа, будет для России отключено, если продержатся наши партнеры, если они откажутся, а к этому идет. Вот уже Германия уже говорит, что буквально в считанные дни будет у них эмбарго на российскую нефть. Они ищут новые пути поставок. Возможно, скоро в Европе перестанут большинство стран вообще потреблять российский газ. Ну просто не будет нужды, потому что есть Катар, есть Кувейт, есть Соединенные Штаты Америки с жиженым газом. И вот если это все произойдет, я думаю, в тот момент максимального ослабления и изоляции, вот такое решение может быть предпринято. И вот там позиция генерального секретаря, если это будет еще за его каденцией, может сыграть ключевую роль. То есть кто-то должен дать старт этому процессу. И может ли это сдать Антонио Гутерреш? Я думаю, после того, что произошло, и вот такой атаки на него, и такого унижения, ну первое, угроза, все-таки это угроза, второе, прямого унижения, я думаю, что после этого для него каких-то стопоров чисто юридических уже существовать не будет. Пока что еще есть страх, пока что нет. Пока что мы увидим только некоторые косметические изменения в позиции аппарата ООН.